Был дезориентирован, что известно о задержании английского футболиста Руни в США. 7 января 2019 года, 14 часов 50 минут Сергей Стариков, в середине декабря нападающий DC United Уэйн Руни был задержан в аэропорту штата Вирджиния. По данным СМИ, футболиста арестовали за ругань в общественном месте в состоянии опьянения. Представитель игрока заявил, что его клиент принял снотворное вместе с алкоголем и после полета был дезориентирован. Какие санкции ждут Руни в материале? Арт. Всего полгода назад Уэйн Руни завершил европейский этап футбольной карьеры и отправился в США. После 16 лет выступления на родине, где он защищал цвета Манчестер Юнайтед и Эвертона, англичанин перешел в DC United. Форвард сразу стал лидером коллектива и демонстрировал завидную результативность. Так, в 21 матче он отметился 12 голами и дважды признавался лучшим игроком недели. Однако 2019 год начался для него со скандала. Также под теми. Оставить без изменений. Мосгорсуд отклонил апелляции Кокорина и Мамаева и просьбы о переводе под домашний арест. Московский городской суд отклонил апелляции Александра Кокорина и Павла Мамаева об изменении меры пресечения. Футболисты просили. Вечером 6 января британские СМИ сообщили, что в середине прошлого месяца Руни был задержан в аэропорту в США. В качестве подтверждения был представлен протокол, составленный в суде округа Лаудон, штат Вирджиния. Причиной ареста стало использование нецензурной лексики в общественном месте. Также отмечается, что спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Поведение Руни возмутило многих болельщиков и журналистов, которые требовали подтверждения информации о задержании спортсмена. Впоследствии представитель департамента шерифа округа Лаудон заявил, что футболист действительно был арестован. 16 декабря 2018 года он был определен в Центр предварительного заключения в округе Лаудон по обвинению в нахождении в публичном месте в состоянии опьянения. Позднее он был выпущен под залог. Приводят слова представителя департамента. Тессан. Спустя некоторое время с официальным сообщением выступил представитель футболиста. В нем отмечается, что данный инцидент произошел в Вашингтонском аэропорту имени Даллеса. Руни прибыл туда после длительного перелета из Саудовской Аравии, где посещал Гран-при Формулы Е. Во время полета Руни принял предписанное количество снотворного и смешал его с некоторым количеством алкоголя. Поэтому он был дозориентирован по прибытии. Он был встречен полицией, которая арестовала его по обвинению в совершении административного правонарушения. Он получил установленный законом штраф и в скором времени был выпущен на свободу, говорится в заявлении представителя форварда DC United. Футболист выплатил 25 долларов штрафа, а также 91 доллар за издержки при задержании. Как отметил представитель игрока, Руни выразил признательность сотрудникам правоохранительных органов за обращение с ним. Несмотря на тот факт, что правонарушение было административным, поведение спортсмена не могло остаться без внимания клуба. Однако в DC United подчеркнули, что не считают это достойным публичного обсуждения. Мы осознаем интерес СМИ к данному происшествию, но считаем, что это личное дело Уэйна, которое будет рассмотрено внутри DC United, заявили в клубе. Однако футбольные ассоциации Англии, ФА, могут применить более серьезные санкции к футболисту. Как стало известно, в нынешнем году ФА собиралась организовать специальный гола-ужин в честь бывшего форварда Манчестер Юнайтед и Эвертона на стадионе Уэмбли в Лондоне. Но в свете скандала в организации засомневались, что им стоит устраивать такое мероприятие. Также по теме. Они полезнее на поле, что говорили после отклонения апелляции Кокорина и Мамаева на продление срока ареста 4 месяца тюремного заключения, неоправданно строгое наказание для нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника. Примечательно, что за последние полтора года Руни уже второй раз становится героем полицейских хроник. Предыдущий инцидент произошел в сентябре 2017 года, тогда футболист был арестован рядом со своим домом по подозрению в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Спортсмена задержали сотрудники местной полиции, но впоследствии отпустили. Позднее Руни предстал перед судом и был приговорен к ста часам общественных работ, а также лишен водительских прав на два года. «Футболист принес публичные извинения. Это непростительное поведение, которое вышло за рамки закона. Это было абсолютно неправильно. Я уже попросил прощения у семьи, тренеров, руководителей и всех в Эвертоне, сейчас я хочу принести извинения всем болельщикам и каждому, кто поддерживал меня на протяжении моей карьеры. Я принимаю решение суда и надеюсь, что смогу возместить ущерб через исправительные работы», — заявил тогда Руни.